МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первая неделя сентября, по традиции, в Казахстане оказывается насыщенной на политические события. Этот год не исключение. Президент Касым Жумар Токаев озвучил послание народу Казахстана. По сути, это масштабный план действий на ближайшие годы, как будет жить и развиваться страна, и не только экономически. Сентябрьское послание в этом году затрагивает и важные политические моменты. Президент Токаев без преувеличения стал главным ньюсмейкером недели. Цитаты из послания, озвученного 1 сентября, сразу же разошлись по социальным сетям. Их пересказывали друг другу с соседей, обсуждали в комментариях, в мобильных мессенджерах. И понятно почему. Президент предложил решение проблем, которые волновали казахстанцев. От пенсии и медицинской страховки до изменений в учебной программе отечественных школ и не только. В послании обозначены инициативы по диверсификации экономики, повышению благосостояния граждан и дальнейшему реформированию политической системы страны. Все эти меры являются конкретными шагами по построению нового справедливого Казахстана. На парламент возложена задача по законодательному обеспечению этих инициатив. Сенат готов к активной и эффективной работе в этом направлении. Это наша главная задача на предстоящий период. На самом деле вклад парламента в реализацию поручений президента сложно переоценить. Именно от депутатов зависит, насколько качественно и быстро заработают те изменения, которые накануне озвучил глава государства. Изменения должны быть комплексными. Понятная и стабильная экономика, крепкая социальная поддержка граждан страны, справедливая судебная система. Так, глава государства особое внимание акцентировал на верховенство закона и справедливое правосудие. В этой связи отметил на необходимость срочного проведения отбора судей и обновления состава судей. Будет уравнен статус всех судей. Пожалуй, впервые в систему казахстанского правосудия будет внедрен метод избрания судей Верховного Суда путем выборов. Для этого президент будет выдвигать кандидатов в Сенат на альтернативной основе. Про выборы в этот раз глава государства говорил особенно обстоятельно. Пожалуй, одна из главных политических новостей. Предстоящие осенние выборы президента, а после и в Маслихаты и Мажелес. Досрочные выборы эксперты объясняют необходимостью создания в стране сильного и стабильного госаппарата. Я думаю, что все это говорит о наращивании темпа политических реформ, что соответствует требованиям времени. Мы не имеем права сегодня раскачиваться. У нас нет времени на долгие раздумья. Мы должны действовать. И тому подтверждение это выборы и президентские, и, естественно, в парламент. Нам нужны люди, которые будут делать эти реформы, двигать этот процесс. И для этого нужны новые знания, новые компетенции. И, как сказал президент, что среди тех, кто придет в парламент, возможно, будут те, кто станут членами кабинета министров. Кабинет министров, к слову, во время этого послания президент упомянул отдельно. Месседж предельно ясен. Не справился с работой, подвел не только себя, но и главу всего государства. А потому жди новых кадровых решений. Работать будут только те, кто способен оперативно реагировать на вызовы и принимать взвешенные и актуальные решения. В рамках реализации послания нужно активно взаимодействовать с экспертами, общественными институтами и другими заинтересованными сторонами. Важно также обеспечить принятие качественных законов совместно с мажилисом и правительством. Особый акцент в послании на социальную часть. Президент подчеркивает, он в курсе всех недовольств казахстанцев. Самые обсуждаемые вопросы, без сомнения, это некачественная работа системы, обязательной медицинской страховки и возраст, в котором казахстанки выходят на пенсию. И вот накануне прозвучало. Президент предлагает пересмотреть систему финансирования медицинского сектора и внедрить добровольное медицинское страхование. А пенсионный возраст женщин заморозить и еще раз проанализировать все аспекты когда-то принятого решения. Президент поставил вопрос о несправедливом доступе к природным ресурсам. Действительно, например, нам с детства известна фраза о том, что в Казахстане представлена вся таблица Менделеева. Однако это для 99% настеления так и остается абстрактным вопросом, поскольку бенефициаром этих ресурсов являются те же олигархические группы. Совершенно очевидно, что поставленный президентом вопрос о справедливости в экономике означает его решимость ликвидировать ту ситуацию, которая в январе вызвала всплеск народного недовольства. Не случайно именно на совместном заседании Палат парламента президент выступает с посланием народу Казахстана. Депутаты получают направление дальнейшей деятельности к работе над уже запланированными законопроектами. Теперь добавятся новые, озвученные главой государства. В приоритете, как всегда, те документы, которые решают принципиальные вопросы качества жизни простых казахстанцев. Маулин Ашимбаев не случайно особо отметил работу своих коллег депутатов Сената Парламента в регионах и отдаленных селах. В июле и августе нынешнего года парламентарии побывали и в крупных поселках, и в небольших аулах. Председатель Сената подчеркнул, что вопросы, поднятые на встречах с представителями общественности и местными жителями, должны быть учтены в работе Палаты на этой сессии. Больше всего людей в областях страны волнуют вопросы качества дорог, доступности медицинской помощи, дефицита мест в школах, нехватка поливных земель и пастбищ для развития сельского хозяйства. Было очень много встреч проведено депутатами Сената. И острые вопросы, которые сегодня были озвучены населением, нашли свое отражение в послании президента. И в дальнейшем депутатами Сената они будут проработаны и отражены в депутатских запросах на имя правительства. И каждый данный вопрос действительно взят на контроль, потому что это очень важно. И депутаты также будут контролировать исполнение поручений главы государства, потому что в первую очередь это нужно нашим гражданам. Таким образом, итогами таких поездок по регионам становятся не только законодательные изменения, а порой достаточно и депутатского запроса, чтобы заставить членов кабинета министров обратить внимание на проблему, ведь решение ее уже давно прописано в законах страны. Или напротив, пообщавшись с местными исполнительными органами, депутаты становятся проводником изменений предлагаемых, что называется, с нижней вертикали власти к верхней. В запросе на имя главы Кабмина Алихана Смаилова сенаторы говорили о необходимости снижения дисбаланса в социально-экономическом развитии регионов. Речь в обращении к главе правительства шла о необходимости улучшения системы межбюджетных отношений, финансирования отдельных статей и оптимизации операций на примере Жамбылской области. В ответе на депутатский запрос в Кабмине признали, что работа по расширению полномочий местных исполнительных органов, в том числе и финансовых, будет продолжаться. Согласно концепции развития местного самоуправления, до 2025 года предусмотрено снижение финансовой зависимости четвертого уровня бюджета от вышестоящего уровня при решении вопросов местного значения. Концепцией предусматривается передача сельским бюджетом с 2024 года дополнительных налогов и платежей. Тем самым действующие источники доходов увеличиваются за счет передачи дополнительных видов поступлений на четвертый уровень бюджета. Еще одним основанием для депутатского запроса, адресованного правительству, становились проблемы Аральского моря и Кызылординской области. Именно этот регион сейчас наиболее страдает от экологических последствий, связанных с Аралом. Вопросы в своем депутатском запросе подняла группа сенаторов во главе с вице-спикером палаты Оскаром Шакировым. Несмотря на усилия государства по восстановлению Арала, считают сенаторы, этого пока еще недостаточно. Море до сих пор имеет миллионы гектаров высохшего дна, миллиарды тонн соли, разносящиеся ветром по региону и наступающие пески пустынь. Все это грозит еще более серьезной экологической катастрофой. Как вариант решения проблемы сенаторы предлагали посадку на дне моря, адаптированных к пустынным условиям растений. С предложением парламентариев в Кабмине согласились. В целях дальнейшего улучшения экологической обстановки в Казалардинском регионе проводятся фитолесомиллиаративные работы по блокированию оползней в осушенной части Аральского моря. Так, в период с 2022 по 2025 годы ежегодно планируется принимать меры по выполнению 250 тысяч гектаров фитолесомиллиаративных работ. Таким образом, к концу 2025 года площадь лесов на осушенной части Аральского моря составит 1,5 миллиона гектаров. Это было «Время Сената». В следующих программах мы вновь расскажем о законах, которые пишутся для социального благополучия всех граждан страны. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова